2 миллиона 800 тысяч тонн калийных удобрений. Чтобы произвести столько готовой продукции в год, необходимо проникнуть вглубь земной коры почти на полкилометра. Строительство шахтных стволов Усть-Явинского рудника компании «Уралкалий» немецкий подрядчик «Дальман Ханель Шахтстрой» начал еще в марте 2012 года. Сегодня половина пути уже пройдена. У меня начинают закладывать уши, а все потому, что мы со скоростью 4 метра в секунду опускаемся на отметку минус 220 метров. Пока спуск и подъем на глубину идет в специальное бадье, которое способно вместить 10 человек или 5 кубометров породы. В 2017 году вместо бадье будет установлена специальная клеть, и по этому стволу рабочие смогут попадать в шахту и выходить из нее. Безопасность превыше всего. Каждый метр вниз – это десятки часов работ. Производятся буровые работы с помощью бурового раствора и за счет циркуляции бурового раствора скважина бурится непосредственно на глубину 25 метров, для того, чтобы водопроявление определить, если залегается вода, после чего обуриваются 8 скважин и проводятся тампонажные работы. Параллельно со строительством ствола номер 2 ведутся работы в стволе номер 1, служащим для подъема руды. Сейчас рабочие находятся на отметке 240 метров в первом стволе, а до цели – еще две сотни метров. И этот путь планируется пройти к 2016 году. Сложности, как и для всех стволов, это работа в замороженных породах. То есть требуется замораживание пород до соли и в этой массе проходить ствол. То есть это сложность. Главная сложность при проходке стволов на нашем Верхнекамском месторождении. Более полутора миллиардов долларов «Уралкалий» планирует вложить в строительство. Здесь задействуют более 30 комбайных комплексов, а калийную руду по ленточному конвейеру будут транспортировать на существующую обогатительную фабрику. Ритис Барауско с Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта».